То, что Рав Кук, например, привел, это тоже сюда вписывается, что был национализм такой светский, да. Вот на волне этого национализма было создано государство Израиль. А дальше нужно уступить, так сказать, этот национализм должен уступить место глобализации, да, то есть универсальным ценностям. Это уже ценности масштаба. Глобализация является привитой. Глобализация, то на чем, ну, исторически ты видишь, что сначала был модерн, во время которого было право нации на самоопределение, были созданы определенные государства, в том числе государство Израиль. А дальше, следующим этапом пошел постмодерн, который отрицает эти ценности, и вместо них предлагает ценности глобализации. Да, но является, у чего из них твердый ствол? У национализма. У национализма, конечно. А национализм? Ну, как, ну, не государства-то нет, то есть, в принципе, нам что говорится? Нам говорится, что единственный, так сказать, национализм легитимный, это национализм Израиля, да? Почему? Кто говорит? Тора говорит. Не говорим. Тора говорит, потому что начинается этот глава с чего? Лех-Леха, да, Мерцеха, и что дальше? Леха-Асэ-Леха-Леха-Легой-Гадоль. Сделают всегда народом. Народом, не кем попал, да? Народом, да. Велики, то есть, нация, да? Да, да, нация. А чем заканчивается? Говорится, вы не в руху баха, а коль мишпахот Адама, да? И благословат с тобой все семьи земли. То есть, других народов не будет, будут семьи. Понятно. Да, то есть, иными словами, все народы исчезают благодаря этой глобализации. Все границы, так сказать, уходят, да? Все растворяется. Пожалуйста, Европа сейчас, да? Растворяется. Да. А Израиль, как народ, остается. Вот этот Гой-Гадоль, да, он остается. Почему? Потому что у Израиля этот национализм носит универсальный характер. Должен носить, да? То есть, пока еще не носит. А как раз Машакбан Давид, он приведет к этому. Почему у нас идет война с левыми сегодня? Потому что мы, как народ, еще не восприняли универсальные ценности. Левые несут универсальные ценности. Их надо воспринять. Да? Но мы пока их не восприняли. Мы не в состоянии. Почему мы их не воспринимаем? Потому что, как я сказал, любая идея начинается с пены. Начинается со скорлупы. Соответственно, левые несут эту идею в виде скорлупы, в виде искаженной. А именно, они проповедуют космополитизм, вместо того, чтобы проповедовать истинный универсализм. То есть, космополитизм предполагает отказ от самоидентификации своей. И благодаря этому, так сказать, растворение во всем мире. А настоящий универсализм, израильский, по крайней мере, должен состоять в том, чтобы именно прийти к универсальным ценностям благодаря самоидентификации. То есть, когда я знаю, кто я, то я могу дать место другому. Когда я знаю, где мои границы, включая границы государства, тогда я могу дать место другому. А пока я не знаю, где мои границы, мы уже 50 лет не можем их никак определить. То мы и не можем решить этот вопрос с арабами. Мы все, так сказать, пытаемся там что-то. То есть, через самоидентификацию, через усиление самоидентификации, как раз приходит уважение к другому, возможность дать ему место, принять его таким, как он есть и так далее. И мы пока к этому еще не пришли. То есть, как бы синтеза вот этого пока еще. То есть, мы уже понимаем, о чем разговор. Но так, чтобы это охватило весь народ, и чтобы можно было на этом что-то построить, чтобы левый и правый пришли к какому-то общему знаменателю и, так сказать, приняли на себя вот эти универсальные ценности. Этого пока еще не произошло. Да, мы готовы там платить деньги Абумазану, предварительно, значит, посадив наших арабов, этого Арафата, так сказать, и потом Абумазану. Они там их гнобят, этих арабов. А мы делаем вид, что мы этого не замечаем. Хотя мы прекрасно знаем, что там творится в этой автономии. А мы как бы продолжаем как ни в чем ни в вало им башлять, чтобы, главное, чтобы они нас не трогали, главное, чтобы оттуда теракты не выходили. А что там с арабами происходит? Да кому это вообще интересно? То есть вот эти универсальные ценности, за которые левые выступают, правыми не воспринимаются. Они говорят, а нам плевать на арабов, господи, давайте там в Сирии убивают арабов. Арабы друг друга убивают. Ну, ничего страшного, пожелаем... Они и в Сирии друг друга убивают. Правильно. Что говорят правые? Правые говорят, пожелаем успеха обеих странам. Желаем успехам всем, да. То есть нету какого-то сострадания и понимания того, что вообще, когда людей убивают, это трагедия. Это волнует левых. А правых это не волнует. Они говорят, ну и что, что бывает, господи? Чёрстными. Пускай побольше убьют. В чём? Вопрос. Почему-то были в правой кунде. В правой кунде. Прямо равеном были в левом? Да, раз. Ну, им было неприятно это делать. В правой кунде. Они не могли снять удовольствие. Ха-ха-ха. Вопрос. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Не, ну. Нет, да, понятно, я вот... Что в романе снялся? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хороший вопрос. Или органы – это левые или правые. Может, даже правые. А органы – это скорее правые. Органы? Ну, шабак. Ну, они вряд ли левые, мягко говоря. Валя, ну вот ты говоришь правые и левые. А это про самую идентификацию. Но ведь это подразумевается, что мы должны все-таки жить по Туре, да? Конечно. А правые – это совсем не значит, что у нас есть много правых, которые совсем не видят себя в жизни по Туре. То есть, как бы, мы именно не про визну, а именно, что мы самоинфицироваться не можем. Мы именно хотим понять, что мы такие сами. Даже тут не левые виноваты. Конечно. Я не сказал, что левые виноваты. Не, ну потому что мы не готовы воспринять, но мы еще не готовы даже воспринять наши собственные правы. Так это и есть Машек Бан Давид, который приводит к корням и к святости и к Туре. Машек Бан Йосеф не занимается этим. Машек Бан Йосеф занимается построением материальных атрибутов. Экономики, армии, там, не знаю каких еще вещей, там, технологии. Вот он этим занимается. Ну как же нас можно заставить... Ну вас невозможно. Не, ну а как он можно... Ну как, войной. Войной, например. Войной, например. Войной. Конечно. Войной. В данный момент. Нет, есть разные. Ну как. Скажу, что присылает змея на помощь. Если долго не можем родить... Это страшно. 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 Да. Не, ну получается... Похоже, что... Да. Это как вот чува многих раз говорят. А что у тебя случилось? Что-то вдруг вдруг... Да, обязательно должно что-то случиться. То есть, получается, мы все можем на взор бычу... Да. То есть, получается, мы все можем на взор бычу...